Гарри Кришна, Гарри Кришна, Гришна, 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 Гри Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok Санги Майшталов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 срок двой. Можешь не собираться в мир иной. И тот опять изучал Веды, опять прошло сколько-то сотен лет. И опять он почувствовал, что срок, которому положено ему находиться в этом теле, истёк. И опять он попросил его. Опять он понял, что он ещё не успел, что ему не хватило времени. И в третий раз Индра дал ему жизнь. Когда в четвёртый раз он попросил, Индра сказал, глупец. Веды, как эта гора, а то, что ты знаешь, как горство камешков у меня в руке. Сколько бы я не продал тебе жизнь, ты не сможешь изучить все Веды. Жизнь наша очень кратка. Твой науки и шах сабья. Манда Суманда Матайо люди в этот век очень тупые. Мы все с вами отупели от телевизора. Тот, кто не отупел от телевизора, отупел от компьютера. Тот, кто не отупел от компьютера, отупел от наркотиков. Тот, кто не отупел от наркотиков, отупел ещё чего-нибудь. Так что он у нас не очень живой. Несомненный факт. Гоны страсти и невежества преобладают. И очень сложно человеку в этот век заниматься духовной практикой. Реальные факты. Практически невозможны. Духовная практика требует сосредоточенности, требует способности к концентрации, требует самодисциплины. А кто у вас из нас дисциплинированный? Нас уже все давно махнули рукой. Никто не пытается приучить нас к дисциплине, включая нас самих. Не первые махнули рукой до себя. Если человек регулярно встаёт рано, он уже думает, да я такой дисциплинированный. Поэтому в Пуранах говорится, что Калау шакти, санге, Калау леккали, шакти находятся в санге. В скоплении людей. Мы можем видеть, что толпы выходят на улицу и делают какие-то вещи. Если удаётся их отнименить. Господь Чайтанни, исходя из этого, сказал, Веккали единственная надежда – это сангертами. Энджио Гасвами отдает очень интересное определение с сангертами. Когда много людей собираются вместе и ходят с сангертами от сангертами. Господь Чайтанни дал это наставление – собирайтесь по несколько человек, по пять-семь человек, «Пойте всегда дома святого имя». И, собственно, принцип бхакти-врикши, когда по несколько человек люди собираются и поют святого имя. И что мне хотелось сказать, что реально общество ваичнавов нас спасает. Спасает от собственного ума, от собственных слабостей, от других каких-то качеств. Именно общество ваичнавов является той средой, в которой человек может действительно что-то понять и что-то сделать. Но для этого общество ваичнавов должно угадать определёнными свойствами, определёнными качествами. Общество может очень сильно разочаровать нас, может очень сильно расхолодить в духовной жизни. Люди встречаются с какими-то вещами неизбежными в обществе. Общество – это опасная вещь. На самом деле, на первый взгляд кажется, что духовный поиск и общественная жизнь – несовместимые вещи. Потому что духовный поиск – это моя индивидуальная вещь, это мой поиск, это усилие моего сердца, это моё желание обрести Бога. Это, так или иначе, что-то между мной и Богом. Максимум, кого мы можем допустить третьим туда, духовному учителю, и то лучше бы он туда тоже не вмешивался. И тут оказывается, что нужно ещё кого-то, ещё кого-то, и вообще – мактиврикшу и искон. То есть, на первый взгляд, это совершенно несовместимые вещи. И это факт в каком-то смысле, потому что в обществе очень много нежелательных процессов. Общество отвлекает, общество имеет тенденцию скатываться на какой-то материальный уровень. Общество, много других негативных вещей есть у общества. Но, если общество построено правильно, если это общество искателей духовных, то такое общество может нас спасти. Сочинание Махарати, проводя свои детректы, начинает обычно с этого, что мы должны с вами сформировать общество паломников в духовный мир. Мы с вами группа паломников, которая отправилась в паломничество, группа пилигримов. И идут эти пилигримы, как им Бродского, ветром и зновой организмой, идут пилигримы и комнаты. Иначе говоря, мы все с вами идем туда, в эту страну, и нужно когда-нибудь забывать, что мы отправились в это сложное паломничество. И что все те, кто идут с нами, они помогут нам в сложный миг. И кому-то мне нужно будет помогать, кого-то мне нужно будет поддерживать. Иногда мы становимся самоуверенными, иногда мы думаем, мне не нужны другие люди, я сам дойду. Кристо смеется в этот момент. Энда говорит, ну давай посмотрим, как ты сам даешься. Особая, особая санга, правильно построенная в обществе Варичналах, когда люди не стягивают друг друга вниз, подталкивая друг друга вперед. Есть замечательная история про крабов на две компании, вернее одна компания в общем большие деньги делала, перевозя крабов и торгуя крабами. И кто-то решил составить им конкуренцию, они попытались тоже это делать, и что-то никак у них там не получается, у них такого дохода нет, они решили узнать, в чем же секрет. Первая компания, они открытые люди, они решили помочь своим конкурентам, их пригласили к себе на корабль, где они перевозили крабов. Вот, и человек стал ходить, изучать, обратил внимание на такую вещь, что он их переводит в каких-то огромных, больших таких ливанах, больших таких емкостях, и что емкости не закрыты совсем. Он спросил, а как так, почему емкости не закрыты, разве крабы не могут выболзть оттуда? Он говорит, не беспокойтесь, если один краб попытается выболзть, а другие его сняли. Крабы таким образом устроены, что никому не позволяют убежать оттуда. И обычное общество, оно построено по тому же самому принципу. Знаете ли, да, если человек попытается убежать из него, его сразу же пытаются стянуть вниз. Кто-то какого-то, если бы он заменил, чему-то не может быть, как все, что тебе больше всех нужно, что ли? Куда-то поехали, нас тут хорошо, нас везут, чтобы продать и сварить. Пытаешься куда-то вырваться. То есть это особое общество, где люди не завидуют друг другу. Принцип материального общества или материального взаимодействия, это зависит. Если мы видим, что кто-то там гоняет нас, мы расстраиваемся и начинаем тихо желать, чтобы он упал. Думаю, бывает. Когда он упадет, всем станет ясным. Бывает с вами такое? Бывает. Ну, бывает. Кто-то идет вперед, кто-то оказывается впереди нас. Но кто-то говорит, а-а-а-а-а. Я должен быть первым. Это принцип материальной жизни, фундамент материальной жизни, зависть, мацарья. Ну, из зависти очень много всего остального вырастает. Все остальные люди вырастают из этого, из зависти. И из-за этого люди очень грубо обращаются друг с другом. Из-за этого... Кришна удивительным образом все устроил. Он устроил так, что все равно в обществе есть любовь. Какое-то подобие любви в обществе есть. И только благодаря этому общество человеческое живет еще. Именно благодаря тем маленьким крупицам любви, которые есть. Маленьким искоркам, которые заставляют людей жертвовать друг ради друга, помогать друг другу. Ограничивать себя в чем-то ради того, чтобы помочь друг другу. Если бы не это... Люди бы давно уже съели друг друга. Давно. Но все-таки благодаря тому, что есть какие-то проблески духовной жизни или духовной природы людей. Человечество живет. Мать жертвует ради детей всем. Отец иногда тоже чем-то жертвует. Не всегда, но бывает. Иногда даже дети чем-то жертвуют ради родителей. Но это уже совсем редкий случай. Иногда друзья жертвуют друг ради друга. Хотя это тоже становится все более и более. редкой ситуацией. Мне хотелось пару слов буквально сказать о том, каким образом должно построено быть это общество. Потому что мы все хотим... Это очень важная вещь, о которой мне хотелось поговорить. Буквально несколько слов. С одной стороны, мы понимаем ценность общества и вася науф. А с другой стороны, мы понимаем так же или чувствуем иногда, что что-то не работает в этом обществе. Что вроде бы хочется близких отношений, а близкие отношения не возникают. Как Витая Титания Касвами. Можно сказать, что не общество одиноких людей. И это самая, пожалуй, печальная вещь. Человек может быть вполне одиноким в толпе и в обществе. Поэтому, когда я говорю об обществе, я не говорю о какой-то толпе людей. Даже людей с какими-то общими идеалами и ценностями. Надо очень хорошо понимать, почему не получается. И люди, находясь в таком обществе в течение долгого времени, не находя какой-то близости и поддержки в этом обществе, в конце концов, пытаются найти ее где-то в другом месте. И надо понимать, в чем причина. В конце концов, скажем так, некой базой, основой, отправной точкой всех отношений является дружба. Хотя мы знаем, что есть пять рас. Но первая раса, шанта-раса, строго говоря, расами является. Некое отдаленное изумление, восхищение, холодноватое, индифферентное достаточно. Поэтому Господь Читания даже про шанта-расу толком не говорил. Даси-раса – это определенная раса, но это еще толком не раса. Также в даси-расе, там нету таких глубоких отношений. Иногда в каких-то особых случаях человек действительно может находить глубокий вкус в даси. Но настоящий вкус начинается с дружбы, правильно? И в нашем обществе есть, безусловно, шанта-раса. Мы восхищаемся, о-о-о, великий гуру, о-о-о. Посыпаем его лепестками, что лучше было. В нашем обществе есть даси. Люди пытаются служить друг другу. И какой-то вкус от даси получают, когда люди последовательно служат друг другу. То от этого можно получить вкус. Но вот с Саки уже сложнее. В какой-то душевной близости ее часто не бывает. Законы трансцендентной расы, они даже распространяются на материальные отношения. Тут интересно понять почему. В санскрите есть четыре слова, которые обозначают друга. Первое слово банду. И банду буквально значит банду, от слова банда, связь. Банду значит родственник. Словик, который связан. Есть некие связи, которые заставляют нас находиться поблизости. Родственные связи или в нашем случае с вами это связи, принадлежность к одному движению, к одной организации. На способность разделять какие-то цели. Что-то праупада и так далее. Отношения, которые строятся на этом принципе. Скажем так, родственные отношения. Часто мы говорим семья, семья, мы строим семью. Ну, это все хорошо. Но это очень далекие отношения. Банду или родственник буквально значит, что у меня есть определенное отождествление. Мы принадлежим. У меня есть некое коллективное эго. Он предан, я предан, он предан и склонный. Мы будем вместе сражаться с Гудеем Афрой. Но это, и мы знаем, семья это еще не идеал. В семье люди, ух, как завидуют друг другу. Особенно, когда не нужно сражаться ни с какими общими братами. Начинается самое интересное. Следующий уровень дружбы, он обозначается словом Митра. И Митра буквально значит доброжелатель. Митра значит, если я просто кому-то в целом хорошо отношусь. Я сейчас смотрю на него и думаю, ну хороший парень. Или хорошая там девушка. У меня в целом есть такое благожелательное отношение. Я хочу, чтобы у него было все хорошо. Чуть более близкий уровень, но еще не уровень, с которого отношения начинаются. Митра – это дружба, когда нам вдвоем в принципе хорошо, а когда у нас все хорошо. Митра – это отношения, которые держатся только до тех пор, пока все хорошо. Митра – это категория отношений, которая не выдерживает проверки бедой. Ну мы знаем, хорошо, я в принципе неплохо отношусь к человеку и неплохо посидеть, посудачить немножко, поговорить, помыть кости другим, еще что-то сделать. Когда люди наслаждаются вместе, и им в принципе приятно друг с другом в обществе друг друга, то это митра. Следующий уровень дружбы. И следующий уровень называется сакха, или друг. И раса, она начинается с этого уровня. С того уровня, когда связи становятся настолько крепкими, отождествление становится настолько сильным, что когда человеку плохо, мне тоже плохо. это некий определенный уровень отождествления, когда его боль становится моей болью. И нужно понять, каким образом, какие условия должны быть соблюдены для того, чтобы такие отношения возникали. А условия, они очень простые, но трудно осуществимы. Кришна показывает, что значит сакхи-раса, основы сакхи-расы, или отношения двух друзей, когда его боль становится моей болью, его радостью, его счастье становится моим счастьем. Сакхи-раса является равенство. Сакхи-раса в принципе невозможна между людьми, которые слишком разные. Если слишком большая разница по возрасту, таких отношений не может быть. Если разница в каких-то других сферах есть, то близких отношений или отношений дружбы не может возникнуть. Почему, например, в ведической культуре, когда подбирали пары для того, чтобы эти пары составили семью, делали очень большой упор на некое равенство. Потому что в конечном счете брак будет прочен только тогда, когда отношения перейдут на уровень дружбы. Иногда, особенно мужчины в обществе сознания Кришны делают эту ошибку. Они думают, что мой брак будет прочным, если моя жена будет мне служить. Если у нас возникнет крепкая Дасси-раса, она будет наслаждаться своей служением мне. Трагическая ошибка. Настоящий брак будет прочным только тогда, если между мужем и женой есть дружба. Если у них есть достаточная близость для того, чтобы они могли дружить и чтобы им было хорошо вместе, чтобы не нужно было даже говорить особенно. Признаком настоящей дружбы является такое состояние, когда мы сидим и молчим, и нам хорошо. Если нам нужно обязательно о чем-то говорить, то это еще не самое высокое проявление дружбы. Дружба – это когда люди просто вместе и просто хорошо вместе. И они полностью отождествляют себя друг с другом. Для этого нужно определенное равенство. В смысле, под равенством в данном случае подразумевается одинаковость интересов. Это Сакья возникает, настоящее отношение на уровне дружбы возникает, когда мне интересно то, что интересно моему другу, а ему интересно то, что интересно мне. Равенства нет, а раз равенства нет, значит дружбы не возникнет. И в чем беда искон в том, что у нас много родственников, мало друзей. Люди приходят сюда из каких-то очень разных слоев, с очень разными интересами. И да, до какой-то степени нам, если мы очень четко поставим во главу общий интерес, интерес сознания Кристоса, проупады, то отношения могут быть. Но все равно, если нас ничего не связывает помимо этого, это будет сложно все равно. Поэтому, когда мы говорим об обществе, по-настоящему, это относится в равной степени к бхакти-выикши, к нам-хаатам, еще к чему-то. Они по-настоящему могут возникнуть и может возникнуть в какой-то действительно настоящий реальный коллектив, а не просто некая имитация. Очень часто у нас же в нашем обществе есть эта имитация отношений. Видели, да, как это бывает? Вроде хорошо, вроде и так, и сяга, и стараешься, и стараешься, и понимаешь, они же родственники наши, они же, в принципе, даже друзья наши, в том смысле, что мы желаем вам добра. А все равно что-то не работает. На какой-то более глубокий уровень, когда с полуслова люди понимают друг друга и постоянно интересны друг с другом, отношения не переходят. И это очень важный принцип, который нужно хорошо понимать. Я сейчас пересказываю статью, поэтому не писал от них ваш духовный брат, мой ученик. Мне очень понравилась эта статья. Мне он объясняет проблемы наши с этой точки зрения. Я немножко добавил от себя, но, в принципе, я взял его логику. И это правильно. Это очень важный логик, который нужно понимать. Я видел даже очень возвышенных преминых, которые, так как у них нет какой-то близости или какой-то близкой дружбы, им было сложно практиковать духовную жизнь. Сложности возникали, они начинали искать этой близости где-то на стороне, не находили ее там, разочаровывались. Не находили, все равно разочаровывались. Поэтому очень важно нам действительно найти какое-то общество, где меня понимают. Где вас понимают, где вы чувствуете, что вас понимают. Не обязательно должно быть большое общество. Это может быть совсем небольшая группа людей. Но группа людей, в которой мы можем найти настоящую поддержку. Все остальное тоже хорошо. И четвертая степень дружбы – сухрид. Сухрид значит, в сущности, что у нас одно сердце. Сухрид значит, что он находится в моем сердце, я нахожусь в его сердце. Мы думаем друг о друге. Это совсем высокий уровень, когда есть очень большая сердечная близость. Но сакья – это тот уровень, с которого начинаются реальные отношения везде. И ее нужно очень хорошо ценить. Понимать, как она возникает. И искать. И не довольствоваться просто какими-то другими отношениями. Это не значит, что нужно сейчас все бросать. Нужно свою бхактеврикшу расформировать. Или еще что-нибудь. Такую же глупость какую-нибудь делать. Это просто значит, что к тому, что у нас уже есть. Это нужно ценить то, что у нас есть. И это очень много и важно. Но к тому, что у нас уже есть, еще нужно попытаться добавить какую-то настоящую дружбу. И духовную дружбу. И тогда нам будет легче практиковать. Хорошо? – Хорошо. – Спасибо большое. – Что делать с неправильной верой, которая не дает вдохновение на служение. Надо заменить ее правильной верой. Что, в принципе, очень сложно. В идеале вера должна с самого начала формироваться правильной. Дактинант Акур сравнивает веру с маленькой девочкой. Слово «шрадха» на скрытии женского рода. Он говорит, что когда человек начинает свой духовный путин, его рождается это маленькое дитя. И он говорит, что, как любое маленькое дитя, младенец, она очень подвержена всяким инфекционным заболеваниям. Глистам, простудам, инфекциям. Иначе говоря, пока она слабенькая, очень легко, чтобы она заразилась. Это неправильная вера, это либо больная вера, вера, которая заразилась, либо вера, которая родилась уродиной. Она родилась с кособочиной, с этой родившейся неправильной веры, я не знаю, что делать. Можно поступить по принципу спартанцев. Вот это насилие у родившихся детей, ущелья. Вера – это сложнее сделать. Я надо исправить, и она исправляется в обществе. Вера исправляется в обществе. Правильная вера – значит вера не в бхакти, не в любовь как такового. Вера – это вера, что-то еще. То, что что-то еще у нас делать. Сложнее. Весь. Вы рассказывали сейчас о четырех видах дружбы такой, да? И это как уровни близости. А вот есть гуру какая-то аналогия его там? Есть. То есть тоже там идет вначале как родственник просто, да? Да. Родственник значит у нас некое общие эго есть, часть нашего эго, общие. Но так или иначе, банда, у нас какая-то связь возникает. Вот. И мы родимся, инициация оформляет эти наши отношения. Вот. Дмитро значит, что, ну, пока все хорошо, все хорошо. Стоит что-то не так кому-то сделать, стоит кому-то начать портить кровь другому. Даже же все разрушается. Вот. В конечном счете о каких-то более высоких уровнях отношения между гуру и учеником могут вполне напоминать дружбу. Оно всегда будет с оттенком гаурава сакхиа. Оно всегда будет с оттенком уважения. То есть, оно тоже развивается до сухрин, да? Получилось. Пока их все сами стоят не нужно. Как можно понять, у кого нужно принять руководство? У вас должно быть доверие к этому человеку. И надо, прежде всего, судить по его качествам. Не по каким-то внешним регалиям. Не по тому, что его другие считают наставленными. Не потому что у него много людей, которые ему дают наставление. А именно потому что у него есть определенные качества. И среди этих качеств несколько очень важных. Одно качество – это бескорыстие. То есть, способность жертвовать собой ради другого человека, ради благополучия другого человека. Отказываться от каких-то своих висей. Это и отрешенность. Человек, который не обладает определенной степенью отрешенности. И отрешенность, она появляется по-разному в этом мире. Скромность или смирение, или нетерпение, или еще как-то. Негневливость. Человек, очень сильно привязанный, часто выходит из себя. Привязанный заставляет человека выходить из себя, гневаться, потому что что-то не по-моему. Это отрешенность, гарантия того, что человек, давая какие-то наставления, не будет при этом учитывать свой собственный интерес. Основное качество наставника, которое делает его наставником, в этом заключается. То, что я даю наставление не исходя из какого-то своего корыстного интереса. Я пытаюсь понять человека и пытаюсь помочь ему самому понять, что ему нужно. На самом деле, наставник, он всего лишь навсего должен помочь человеку. Человек уже знает верный ответ на все свои вопросы. Просто он не может его найти как следует в какой-то каше, которую не уклонят. И наставник, он должен в сущности не обязательно даже дать наставления какие-то, как он думает или считает нужным. Он должен помочь другому человеку найти этот правильный ответ в своем собственном сердце.